Вы мечтали увидеть игру про Россию? Так вот она! NextRP это бесплатный симулятор жизни в открытом городе, где ты можешь набить морду гопникам, погоняться с полицией, или заняться мирной жизнью, открыть бизнес или пойти на работу. Ну то есть всё то, чего не можешь сделать в реальной жизни, ха-ха! Огромный мир ждёт тебя здесь, у каждого своя роль. Скачивай игру по ссылке в описании и начинай играть уже прямо сейчас. Обожаю споры на тему, где нон-таргет честнее. Чаще всего проходят эти споры между фанатами Теры и Драгонеста. С Теры, как вы помните, мы удачно разобрались в прошлом Реквиеме. Если вы не смотрели его, советую вот прямо сейчас вот всё бросить, короче, побежать посмотреть Реквием по Тере, а потом вернуться сюда. А сейчас очередь за гнездом Дракона. Вообще Драгонест менее популярен, нежели ММО от Синей Дырки, в основном из-за яркой аниме-стилистики и чеби-персонажей, но тем не менее фан-база у игры по ощущениям будет как-то посильнее. Наверное, потому что разработчики не убивали игру в говнину, ну да, они всего лишь её закрыли, но неважно. Не стоит забывать, что интерес к игре немножко подогрела наимённый мультфильм, который лично я, правда, не смотрел. Парадокс в том, что Драгонест тянет на Реквием сугубо локально. Игра закрыта на территории СНГ и Европы, однако в Азии она процветает на китайских, корейских, японских и сингапурских серверах. Но, увы, весь видеоряд будет снят на одной очень популярной в своём русехменте пиратке, которая якобы воскресила Рудрагонест, но по факту это самая обычная, ну просто распиаренная пиратка, у которой до сих пор траблы с локализацией, а об новой нихрена не выходит. Для футажиков погонять норм, но играть тут всерьёз я не рекомендую, хотя в глубине души осознаю, что для многих тут будет в разы проще, и не настолько им нужна эта игруля, чтобы заморачиваться с азиатскими сервами. Ну хотят люди играть в обрезок, ну пусть играют, мне где-то какая разница. Но помните, автор сего видоса за азиатские сервы. Главное масочку не забывайте одевать её и руки после игры мыть, а то мало ли. В общем да, это Реквием, выпуск третий. Драгон Нест. Зародилось гнездо дракона в далёком 2010 году в Корее. Через год она пришла на запад, и ещё через полгода и до РФ добралась. К сожалению, под крылом Mail.ru. Вообще классический Драгон Нест был крайне интересной игрулей. Во-первых, это честный нон-таргет. Причём, если судить по факту, даже более честный, нежели в Терри. Ибо в Терри были скиллы с привязкой к таргету, в то время как у Драгон Неста таких просто не существует. Второй плюс, это разумеется боёвочка. Она тут прям в лучших слэшерных традициях. Это комбы, возможность не выпускать противника из комбинации контроля, как в настоящем файтинге, причём даже есть свои сейф-обилки а-ля комбо-брейкеры, удары по лежачим противникам, у вороты. В общем, с точки зрения слэшеров, прям отличненько игралась и играется до сих пор. Хотя подход к боёвке слегка странноват, и всё-таки привязка к прицелу немножко раздражает, и вид камеры не всегда позволяет точно измерить нужную дистанцию до противника, ибо глазомер-то сбит. Но если привыкнуть, то импакт от боёвки просто кайфный. Особенно на высоких левелах, когда самые мощные скиллы открываются, и ты просто в пару скиллов аннигилируешь всю арену с трэшем, попивая чаёчек одной рукой. Ну или наяривая на свою калию. Ну и третий безусловный плюсец игры, это сюжет. Сейчас хороший сюжет в MMORPG, это практически обязательный критерий для её качества. Да, сюжет в ММО делал сугубо тривиальное вроде бы, но сейчас не 2009-й. Хороший сюжет, это показатель качества для MMORPG. А в Драгонести он был уже в те далёкие, причём был очень даже хорошечный. Тут каждый отдельный класс, это персонаж, со своим характером, прописанной историей и сюжетной линией. Например, воин, это просто парниша с деревни, который жаждет прославиться, как и его отец. Волшебница, это тащер спиздяйка, которую выкинули из академии, и она пробухала свою книгу заклинаний. Клирик, религиозный фанатик, которому придётся нырнуть в омут религиозной грязи и при этом остаться при своей вере. Ну ассасин про беды с башкой и тетястую лунарию. Да, ты что, ну ты что, я, ну кто ты, я, ты, я, ты, я, пожалуй, соглашусь. И так далее. Несмотря на то, что со временем сюжеты переплетаются, они рассказывают уникальные истории из кучи харизматичных персонажей и неожиданных поворотов. Сама же игра представляет собой слэшер MMORPG. Есть локация Хаб, которая меняется по сюжету и мере прокачки. Есть выход в зоны с данжами, и в этих зонах вы идёте к нужному данжу, выбираете нужный этаж, ну или коридор, плюс выбираете сложность. В современном Драгонесте, кстати, есть данжи с сугубо бесконечной сложностью, которая возрастает с вашим уровнем, что позволяет во время прокачки вообще не вылезать с самой первой локации, если вам на сюжет прям насрать. Вот такая фигня, да? Не то, что раньше, когда надо было хардкорно проходить сюжеточку, чтобы свалить в следующую локацию, ух, времена-то были. С удовольствием покатал бы на классический Драгонест, где топ-контент это Минотавр, ну или Монтикора на крайний случай. Сами данжи представляют у себя по большей части пробег из точки А в точку Б с выполнением некоторых условий, а-ля убей всех врагов, нажми на рычаг, чтобы пройти в следующую зону, ну и иногда надо выполнять дополнительные задания на сбор чего-нибудь, ну и конечно же в конце завалить босса. Ну а если на словах это звучит скучно и уже обыденно, то геймплей даже в 2020-м весьма и весьма ураганный. Данжи, кстати, проходятся в разное количество игроков, но тут есть некоторая классификация. Есть данжи для 1-4 игроков. Есть логово для рейдов, где творится вакханале в виде босс-файта с фазами, тактикой и всяким таким. И это уже реально интересно. Правда на экране порой творится вырви глаз, но это дело надо настраивать. Однако отдельным пунктом хотелось бы выделить пвп в игре, потому что в Драгонест оно одно из самых лучших. Для пвп у нас есть отдельный хаб Колизей. Тут мы можем находить комнаты, вставать в рандом файты и самое веселое, конечно, это Махач 1 на 1. В Азии Драгонест Киберспорт, где-то на уровне БНС. Что дает весьма лестные представления о пвп-механике, где твоя задача закомбить противника как в файтинге. Вбивать его в стены, вливать в него тонны дамага, уходить от его скиллов по максимуму. В общем, весело, драйвово и крайне хардкорно. Ну и еще такая приятность в тренировочные комнаты, где можно просто потренироваться из рубрики «Не бей, я кое-что попробую». Классовая система Драгонеста представляет из себя этакое дерево с саб-классами и билдами. Например, тот же воин делится на мечника и стража, это на 15-м. Затем на 45-м мечник может стать гладиатором или блейдмастером, а страшно 45-м разделяется на берсерка или джаггернаута. И так с каждым классом. И это еще не все. Не стоит забывать про билды, вот потому что вам надо грамотно вкидывать очки в умения, чтобы составить адекватный билдец под необходимую цель. Будь то PvP соло, PvP групповое, PvE и там всякое такое вот. Но из относительно недавних, но это уже не совсем новинок, это спин-офф классы. Вот этого я как раз не особо понимаю. По факту спин-офф классы это те же самые классы плюс-минус, которые просто бахнули темной стороны. Да, геймплей, ясно дело, за них отличается, и немножко даже сюжет меняется, но в какой-то мере это рекалоры. И имхон лучше бы новые классы вводили дальше, а то вышла Лансия, Макина, а потом поперли спин-оффы. Некст-гена не хватает, так сказать. Совсем забыл про графон. Вы, наверное, думаете, да какой может быть графон? Пффф. А вот не всё так просто. Да, полигонов и текстурок тут как бы никак, но травка, лучики и водичка. В общем, картинка очень приятная, относительно неплохо оптимизированная. Относительно, потому что игра до сих пор не может в 64 бита и многопоток. Отчего, ясно дело, при скоплении игроков начинается лагодром. В городах и рейдах чаще всего. Сложно сказать, почему Dragon S не особо зашёл к западной аудитории. Тут, кстати, возникает некислый парадокс. В общем, смотрите. На западе было две версии, Евро и СНГ. СНГ-версия была вообще тухлая, донатная. Обновы задерживали по полгода, а то и год. И народу вроде бы было не так, чтобы очень много. А ещё была Евро-версия, где обновы ставили быстро, халявы было много. И парадокс в том, что Ру-версия, при всех её недостатках, была живее. А также на Ру был жив ПВП-сегмент, когда на Евро, при всех плюсах игры, онлайн был катастрофически низкий, ПВП была мёртвая. На общем, обе версии были невыгодны корейцам, и они прихлопнули их. И тут интересный такой зашкварец от Мыла.ру, когда они уже 100% знали о закрытии игры, но молчали до самых последних дней, при этом вводив кучу донатных акций и кормив игроков завтраками. Ша обнова прям на следующей неделе, пацаны, отвечаю. Причём ситуация абсолютно вот один в один, аналогично с закрытием Лотера, где тоже были донат акции, молчание, отсутствие обновы почти год, а потом неожиданное закрытие. Ну как так-то? Ну кто бы мог подумать? В общем, вы поняли. Прикол в том, что на Евро всё было в разы проще. Там наоборот, под конец запретили донатить, раздали халяву, чтобы все побегали, посмотрели. И сравнивая две версии, которые обе распространяли сторонние локализаторы, можно сделать вывод, что мейл, но вы поняли. Так что обращение тем, кто играет в игры Мейл.ру. Если в какой-то игре по полгода и более не выходят обновы, зато появляется подозрительно много донатных акций, то знайте, ваша игра скоро закроется. Фанаты Ревы, готовьтесь, вам чуть-чуть осталось. Однако кричать, что Dragonest умер глупо. Просто рыночек порешал, и западный сегмент к таким играм относится, ну, такое себе. При том, что в Азии игра живёт и процветает, обновы регулярные, плюс существует мобильная версия, хотя по факту даже две. Хотя World of Dragonest, это тот же самый DN Mobile, просто чуть технически более приближенный к ПК-версии, ничего особенного. На выборы нынешних игроков есть несколько вариантов игры. Это корейские сервера, родина игры, где самые быстрые обновы. Японские сервера, это идеал для дальневосточников, пинг будет просто сказка. Ну и самый оптимальный вариант, это сингапурские сервера, где пинг, конечно, средненький, и вам придётся сделать пару кликов в VPN, чтобы прокинуть нормальный маршрут. Но с этим по факту и обезьяна справится. Ну или, конечно, пожевать немножко дерьмица на пираточке, но это для тех, кому прям совсем пофигу. Dragonest это одна из лучших MMORPG, в которые мне доводилось поиграть в своё время. Харизматичные персонажи, довольно крутые классы, весьма сочная боёвочка и, конечно же, приятный графон, до сюжета, за которым интересно следить. Жаль, конечно, что на Западе не удержалась, но, собственно, что поделать. Кому надо, и на Азии поиграют, не помрут. Тебя, дружище, спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Не забывай про мой второй канал, это важно. Про паблик и мой дискорд. Настоятельно рекомендую туда заглянуть. Ну и не забывай кормить своих баскербулей. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»